всем привет на канале он дачман добрейшего всем утра у нас половина седьмого солнышко где-то там за горизонтом скоро она совсем поднимется будет тепло но пока что на улице плюс 3 я хотел сегодняшнем видео затронуть скажем так ностальгическую тему не ностальгическую просто вспомнить кое-что рассказать вам если вдруг вы собрались допустим уезжать со своей республики со своей страны переезжать германию неважно может быть или голландию или в австрию или еще куда хотел бы скажем так немножечко предостеречь людей сколько сколько нас хватает хотел бы вас предостеречь от необдуманных поступков на собственном примере давным-давно мы уезжали германию всей семьей естественно перед отъездом я встречался с одним бывшим одноклассником то с другим одноклассником с одним просто так перетирали разные темы вспоминали что было хорошего что было плохого вообще как мы жили с другим с третьим и так далее так далее и оказалось что у меня из моих бывших друзей бывших одноклассников на тот момент но еще друзей один товарищ работал в таможне в транспортном отделе и и когда я сказал ему что за несколько через несколько дней я вот уезжаю семьей он спрашивал меня как какой дорогой на чем мы едем ну я думаю человек наверное придет провожать меня все-таки в школе вместе учились вместе дурковали вместе пытались играть на музыкальных инструментах создавали свою музыкальную группу он потом пошел дальше учиться в институт искусств я пошел в радиотехнический техникум он потом пошел в таможне после института ну да бог с ним ну я ему и рассказал на чем мы едем от какой фирмы на каком автобусе через какую дорогу все у нас хорошо я и блин отлично я и я через как будешь отъезжать я тебе перезвоню мы еще встретимся без проблем и получилось так что он на тот момент уже работал не просто в транспортном отделе это он начинал работать что можно в транспортном отделе я одену кепочку а то мне что-то прохладновато когда он только начинал работать в таможне он работал в транспортном отделе потом же на тот момент когда я уже уезжал он работал в отделе борьбы с контрабандой в общем мы ехали на автобусе через границу это город унгены сторону румынии автобус остановили как всегда обычный досмотр по идее обычный досмотр вот представьте себе в автобусе вместе с детьми примерно человек 50 примерно человек 50 таможенники заставили абсолютно все вещи вытащить из автобуса абсолютно все все сумки все чемоданы не только наших всех всех пассажиров шерстили так как будто не знаю как будто искали действительно наркотики или какие-то бриллианты искали вот потом ну то что нас продержали четыре с половиной часа на таможне это было жутко это было это был конец апреля как раз в пасхальные праздники и у многих были малые дети в том числе и у нас малый ребенок ну мы же не знали мы выходим сказали выходите на проверку документов на досмотр мы вышли бутылку с водой для ребенка оставили в автобусе мало в минут 15-20 зайдем потом они будут проверять дальше и поедем оказалось нет ребенок начинает капризничать ребенок начинает плакать не только наш но и другие дети я прошу таможника можно хотя бы зайти в автобус взять водичку что нет нельзя вы обязаны оставаться все здесь хорошо фиг с вами ребенок кричит жена пытается его успокоить шерстят 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 меня вызывают наличный досмотр кого-то еще вызывают наличный досмотр шмонают так как будто не знаю еще ищут оружие или говорю золото бриллианты ищут потом еще несколько женщин там перешерстили в общем через четыре с половиной часа вся таможня вся таможня была поставлена под ружье на полном серьезе на полном серьезе и через четыре с половиной часа нам наконец-то всем разрешили обратно запихать свои вещи в автобус и мы поехали дальше довольно таки было неприятное чувство после этого потом мне уже стало ясно что это устроил мой бывший одноклассник и уже бывший друг работавший в отделе контраба борьбы с контрабандой для того чтобы подняться по служебной лестнице немножечко выше то есть он сказал что будет едут люди на пмж и поступила информация о том что будет вывозиться или золото или бриллианты в общем шерстите их всех но ошибочка этого недочет этого одноклассника оказался в том что у моей жены так же как и у других людей были совершенно другие фамилии не такие как у меня вот потом через несколько лет я чё-то меня стукнуло позвонить этому человеку поговорить с ним разговаривать вспомнить было и но я ему не напоминал про эту таможню он начал жаловаться что плохо живет что в молдавии жизнь вообще отстойная стала и обратиться не к кому за помощью и так далее я говорю ты знаешь я вот когда мы уезжали нас тогда лучше таможни так вот хорошенечко прошерстила я говорю наверное искали золото бриллианты но нифига говорю не нашли он где такого не помню это конечно не можешь помнить ты же в отделе как борьбы с контрабандой работал это нас шерстили транспортники он нет нет что-то я такого не припомню такого не было у нас обычно когда проезжает пассажирский автобус посмотрели паспорта и пропустили всех но я тогда сразу тогда вот мне через пару лет когда я ему тогда звонил после того как мы уехали через пару лет и я понял что это была его наводка ну человек хотел за счет других навариться подняться по служебной лестнице шкурный вопрос конечно это же шкурный вопрос и несколько неприятно потом я пытался еще раз ему позвонить просто так уже было это было и все забылось ты ерунда я пытался потом ему позвонить но он уже не брал трубку обиделся наверное или посчитал что с таким человеком как я не неприятно разговаривать потому что он остался там как он говорил в говне а я выехал ну и бог с тобой другой момент который я хотел вам рассказать вот эти вот тема шрот плац то есть когда здесь германии раз в полгода во многих городах деревнях приходит день когда люди избавляются от старья старая мебель старая радиоэлектроника какие-то вещи все это выносится вот так вот на обочину дороги на тротуар складывается все в кучу и люди могут прийти что-нибудь выбрать себе обычно приезжает контейнер за вы загружает все это и увозят это за счет города делается а есть такое просто ну кому то допустим не нужны какие-то не знаю шкафчики стулья тарелки старые стали купили новые от старого избавиться это чтобы поехать на вот этот вот станцию по переработке от этого сырья это нужно сесть на машину все это загрузить потом поехать потом приехать обратно это муторно проще вынести вот так вот во дворе перед забором выставить и написать бумажку можете брать бесплатно также проще и многие люди берут не чураются это не зазорно мы когда только-только приехали в первые несколько месяцев мы когда жили в общежитии в городе в айден я с такого вот шрот плаца приволок в общежитии два огромных телевизора один был телевизор грюндик второй был philips действительно огромный 67 сантиметров диагональ они были в рабочем состоянии они были действительно в рабочем состоянии потом мне приволок кресла в этом кресле мы сидели все по очереди нормальное хорошее кресло было естественно в квартиру мы к тому не взяли вот кто-то там еще приволок себе полностью мебельный гарнитур вот это вот диван уголок вот этот вот с креслом два кресла было одно двойное кресло одно одиночное кресло и вот этот диван уголок как под кожу серого цвета такого как слон серый цвет притащили это все было бесплатно интересно так вот интересно бывало конечно многие люди до сих пор живут тем что они промышляют на каких вот местах то есть они ездят покупают себе маленькие вот эти бусики маршрутки до volkswagen транспортеры или ford и транспортеры они ездят по таким местам они собирают допустим этот старые вещи допустим возят где-то в болгарию в румынию продают все это там здесь берут бесплатно везут туда продают тем они и живут а многие люди до сих пор живут тем что они где-то набрали когда-то вот это вот мебели вот этих вот тарелок там не знаю каких-то там ковров или еще что-то развешивали расставили все это у себя в квартире вот так вот до сих пор и живут и это здесь не считается чем-то таким зазорным как я уже говорил или как говорят у вас там принято говорить нищебродным нет это не считается зазорным потому что это если выбрасывают допустим какую-то разбитую мебель то это да понятно это уже действительно только на мусорку а если выставляют шкаф полностью функциональный и у вас есть возможность его притащить себе домой поставить его у себя дома и пользоваться ним да ради бога и вот как раз буквально вот недавно у нас тут на неделе напротив нашей фирмы в промзоне в здании от другой фирмы живет хаус мастер со своей семьей и они выставили на обочину дороги много всяких там вот вещей допустим там стояли 4 высоких таких вот стула для для кухни дерматиновые белый синий зеленый и желтый потом выставили журнальный столик кстати журналистов до сих пор стоит выставили абсолютно новый унитаз выставили монитора телевизора выставили комод картины вынесли целую кучу книг и в первый день просто так все это стояло а на второй день они повесили уже наклеечку туда что можно брать бесплатно и тут вот момент вот вы говорите что кто-то там нищеброды и так далее вот вам пожалуйста подъезжает нищеброд на porsche останавливается около той кучи я вот видел своими глазами останавливается около той кучи берет унитаз открывает багажник берет унитаз ложит его себе в машину и поехал вот вам пожалуйста человек на porsche подъехал мужик в течение вот второго дня в первый день когда они все выставили в течение второго дня ушла половина всего что там стояла стулья по уходили там комод ушел еще что-то ушло остались картины столик книги монитор от компьютера монитор кстати помню 19 19 дюймов что такое не знаю было рабочий или нет но его уже нема его уже нет и я так подумал блин книжки книжки книга это все-таки намного лучше и полезнее чем что-то другое и я думаю ладно на следующий день утречком я буду ехать на работу подойду от учет сейчас как-то жмёт меня что-то подойти так стыд стыд стыдоба блин подойти книжках поковыряться хотя там прямо так вот среди бела дня люди подходили смотрели и на следующий день я приехал на работу думаю сейчас я подойду посмотреть книжки может выберу себе какие-то там хорошие нифига нету ни книжек ни картин ничего остался только старый журнальный столик но как старый он белого цвета невысокий столик он до сих пор стоит с этой наклейки можно брать бесплатно это вам пример того как вот здесь вот люди допустим что-то могут себе абсолютно бесплатно взять на таких вот местах где что-то выбрасывать есть же другие люди которые не хотят выбрасывать хотя бы копеечку заработать они выезжают на барахолку раз в неделю этот блошиный рынок вот там действительно можно найти все что угодно даже из 20-30-х годов прошлого века монетки какие-то одежки какие-то вещички там все 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 ради интереса можно просто так вот пройтись погулять посмотреть что там продается кто-то что-то покупает там даже сотовые телефоны вот эти вот самые первые модели которые уже сейчас вообще не не принимают частоту вот эту радио частоту даже такие телефоны продаются сименсы там грюндики какие-то алькотели там еще что-то очень много товара который сегодня вообще уже нигде не котируется но людям просто жалко его выбросить на мусорку и они вы выезжают платят за это место и стоят там весь день иногда по два по три дня стоят с целью продать авось счастье или удача улыбнуться этим людям и они хоть какую-то копеечку себе на вот этом наваре бывает такое что да люди живут этим вот этим что они где-то скупают по дешевке продают подороже бывает такое но это нужно иметь такую вот жилку коммерческую скажем так для того чтобы заниматься вот этим для того чтобы уметь вот это вот делать кому что каждому свое но вот так вот живут здесь люди просто это так вот чисто спонтанно я захотел снять для вас видео может быть кому-то будет интересно как вот уезжать допустим переезжать в германию на что нужно обратить внимание если у вас есть друзья в таможне и так далее пусть они остаются друзьями потому что до тех пор пока они ничего не знают они ваши друзья как только они узнают что-то из ваших личных скажем так планов это уже они уже переходят из категории друзей в категорию наблюдающих а потом уже в категорию ваших противников это не только на моем примере это очень много людей которые через это вот прошли и осталось негативное отношение к тем людям которые как бы их провожали раньше так что имейте ввиду ребята всем удачи не забудьте подписаться на этот канал если кто еще не подписан поделиться видео с друзьями ну и до свидания оставайтесь с нами у нас всегда есть что-то новое и полезное всем удачи